Каждый раз, когда мы открываем глаза, перед нами открывается огромный мир, наполненный объектами различных форм, цветов, текстур и запахов. Для того, чтобы ощущать пребывание в этом мире, не требуется предпринимать никаких сознательных усилий. Мозг считывает сенсорные сигналы и воссоздает внешний мир с помощью сложных алгоритмов внутри нашей головы. Разумеется, ни у кого не возникает даже мысли, что окружающая нас реальность может быть иллюзорна, поскольку у нас есть способность чувствовать, осязать и переживать различные эмоции. Тем не менее, в философии споры на тему реальности Вселенной продолжаются уже много веков, а появившиеся в последние десятилетия данные относительно работы человеческого мозга закономерно ставят экзистенциальные вопросы и перед наукой. Действительно, то, как мы воспринимаем реальность, зависит от считывания мозгом сенсорных сигналов, поступающих из внешнего мира. Например, наши органы зрения и слуха передают потоки электрических сигналов в мозг, в то время как сам мозг заперт в черепной коробке, где нет света и звука, там темно и абсолютно тихо. Вместе с тем наши органы чувств способны улавливать только малую часть сигналов внешнего мира, хотя пространство Вселенной пронизано бесчисленным множеством электромагнитных волн, от самых коротких гамма- и рентгеновских лучей до самых длинных радиоволн. Однако наши глаза чувствительны лишь к небольшому участку спектра, к видимому свету. Наши уши не могут улавливать ультра- и инфразвук. Звуковой диапазон слышимых частот человека также лежит в узком сегменте. Попробуйте представить, какую бы реальность мы увидели, если бы могли воспринимать другие формы энергии. В действительности мозг человека не будет обрабатывать такое колоссальное количество сигналов. Вместо этого он всегда стремится упростить вычисления в целях экономии своей энергии, а это, к слову, самый энергозатратный орган нашего организма. Основная задача мозга состоит в том, чтобы правильно распределить ограниченные ресурсы нашего тела, а также предугадывать потребности организма и удовлетворять их еще до появления. Поэтому мозг обладает механизмами, которые упорядочивают процессы восприятия, сортируют их по категориям и отбирают из огромного потока данных те, которые считают наиболее значимыми для организма. На самом деле мы воспринимаем не окружающий мир, а предсказание мозга, его моделирование, которое постоянно создается, корректируется и воспроизводится. Фактически наши ощущения – это фантазии мозга, совпадающие с реальностью. Структура нашего мозга такова, что для него рациональнее использовать внутренние связи между нейронами, которых гораздо больше, чем тех, по которым сенсорная информация поступает из внешнего мира. При этом мозг прогнозирует и самостоятельно определяет результаты. Он дополняет неполную картину нужными деталями, чтобы придать конкретный смысл неоднозначным сенсорным данным. Например, на рисунке, опубликованном профессором Массачусетского технологического института Эдвардом Адельсоном в 1995 году, наш мозг будет отображать клетки шахматной доски разными цветами. На самом деле цвета клетки А и клетки Б, расположенные в тени цилиндра на фоне черных квадратов, совершенно одинаковые. Клетки воспринимаются нами как разные, так как мозг автоматически регулирует цвет на основании окружающих оттенков, согласно нашему прошлому опыту. Лиза Фельдман-Барретт, доктор наук, профессор психологии и глава лаборатории Северо-Восточного университета в Бостоне, считает, что наш мозг генерирует собственные выводы и, по сути, является органом, который принимает решения за нас. Такая научная теория в нейробиологии называется прогнозирующим или же прогностическим кодированием. Согласно теории, мозг постоянно генерирует и обновляет ментальную модель окружающей среды, используя наш жизненный опыт и память для создания конструкции того, что мы называем реальностью. По сути, реальность, которую мы переживаем, не является прямым отражением того, что на самом деле существует. Управляя нашим восприятием реальности, мозг может корректировать свои прогнозы, исходя из полученной информации от внутренних органов и внешнего мира. Тем не менее, в приоритете у него рациональность, поэтому, не желая обрабатывать слишком большое количество данных, он будет искать обходные пути. Другими словами, если поступающая сенсорная информация не соответствует прогнозу, мозг может скорректировать не прогноз, а саму информацию. В результате мы видим не реальность, а то, что хочет видеть наш мозг. Именно поэтому мы нередко сталкиваемся со случаями, когда ошибочно принимаем чужого человека за своего знакомого, или же когда, взглянув на картинку, изначально видим совсем не то, что на ней действительно изображено. Дело в том, что мозг при беглом сканировании изображения начинает прогнозировать. Он сводит фрагменты с контуром и дополняет недостающие элементы, собирая их воедино согласно нашему личному опыту и воспоминаниям. Таким образом, конструируя реальность, мозг каждый раз использует прогностическое кодирование, которое корректируется с помощью сенсорных данных из окружающего мира. Более того, мозг способен моделировать различные эффекты. Например, мы чувствуем, что утолили жажду уже после первых глотков воды. На самом деле, выпитая нами вода, усвоится организмом только через 15 минут. Если утром, выпив горячего кофе, вы сразу чувствуете бодрость и прилив сил, то имейте в виду, что это тоже смоделированный мозгом эффект, так как кофеин по-настоящему подействует не ранее, чем через полчаса. Еще один пример – эффект плацебо, который ввел в научный оборот американский врач-анестезиолог Генри Бичер в 1955 году, выяснив, что около трети всех пациентов выздоравливают от препаратов пустышек. Наш мозг принимает решение о воздействии препарата еще до того, как информация о нем будет осознана. Это подтверждает томографические исследования. Визуальные и вербальные стимулы обрабатываются мозгом на досознательном уровне, в полосатом теле с триатуми, а также в подкорковой миндалине. Стоит упомянуть и о знаменитой иллюзии резиновой руки. Суть этого эксперимента заключается в том, что мозг принимает фальшивую резиновую руку за часть нашего тела. Если ваша настоящая рука будет вне поля зрения, то вы действительно будете чувствовать прикосновение к фальшивой руке. Прогностическое кодирование ломает наше представление о восприятии и закономерно приводит к предположению, что наши переживания реальности на самом деле являются своего рода контролируемой галлюцинацией, генерируемой мозгом и обновляемой в режиме реального времени. Разумеется, это звучит немного безумно, но профессор когнитивной нейробиологии в университете Сассекса и директор Центра науки осознаний Сакклера Анил Сетт утверждает, что на самом деле сознательная реальность каждого человека не более чем генерируемая мозгом галлюцинация, а окружающая нас реальность в принципе – это одна взаимосвязанная общечеловеческая галлюцинация. Сетт утверждает, что все мы непрерывно галлюцинируем, и если так называемые галлюцинации оказываются коллективно согласованными, мы начинаем считать их реальностью. По существу мы не просто пассивно воспринимаем мир, мы активно его генерируем. Анил Сетт, на счету которого более 150 научных работ, занимается исследованиями биологических основ сознания, объединяя разработки в области нейробиологии, математики, искусственного интеллекта, психологии, философии и психиатрии. В лаборатории Университета Сассекса по изучению сознания команда Сета подробно исследовала прогностические механизмы восприятия. В экспериментах с использованием метода бинокулярного соперничества было обнаружено, что люди сознательно видят то, что они ожидают, а не то, что нарушает их ожидания. Кроме того, при изучении электрической активности головного мозга было обнаружено, что он навязывает свои предсказания восприятия в фазе альфа-ритма, представляющего собой колебание сигнала электроэнцефалографии на частоте около 10 Гц и который особенно заметен в зрительных областях мозга. Именно мозг моделирует то, что мы почувствуем в следующую секунду, что мы увидим, услышим или какой вкус ощутим. И пока исследования в лаборатории Сассекса продолжаются, уже сейчас работы Университета находят широкое применение, в частности в сфере психиатрии и неврологии. Кроме того, прогностическое кодирование активно применяется в области информатики для создания генеративных моделей, лежащих в основе машинного обучения и нейронных сетей. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Если вы хотите поддержать наш проект, пожалуйста, нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала и выберите любую сумму, которую вы хотите пожертвовать. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и Инстаграм. Субтитры создавал DimaTorzok